Агреймс фоума майнд! Друзья, в первом видео из этой рубрики мы набрали достаточное количество лайков, поэтому вот оно, видео, как сделать клёвые джунглевые базы. Сегодня мы, как всегда, рассмотрим самые сложные варианты. Как всегда, у нас будет две подставочки интересненьких, которые мы немного разными способами оформим. И, как всегда, по ходу повествования я расскажу вам, как упростить процесс для тех, кто не особо хотел бы заморачиваться, но иметь чё-то подобное. Поехали! Итак, начнём. Первое, что нам нужно, это засыпанная текстурой база. То есть, как оформлять с помощью текстурной пасты и создавать композиции, вы можете посмотреть, опять же, в первом видео из этой рубрики. На данный момент у меня есть такая вот старая флай-база, которая уже засыпана, причём, по-моему, ГВ-шным песком, вот из этой коробки, которая давно уже стала палитрой. Тут немного элементов всяких валяется. И такая вот специальная штучка из вот этого вот комплекта от ГВ. Если кто-то хотел бы себе джунглевые базы непосредственно пилить в больших масштабах, можете купить. Вполне себе неплохая коробочка. Хотя, на самом деле, там есть более оптимальные. Короче, вот эти коробки в ГВ, они довольно дорогие, но клёвые. То есть, хватает их надолго. Типа, вот эти штуки все клёвые. Вот там и листочки, как вы видите, железные, которые можно сгибать, как хотите, если вам в лом покупать эту обрезалку. Всякие паучки, вот эти базы, типо таких. Чё там ещё? Ну и камушки, по-моему, да. Вот. Соответственно, одна вот у меня сейчас здесь. И первое, чё мы делаем, ну, разумеется, после того, как уже нанесли текстуру, мы будем их красить. Красить основу под джунглевые базы я рекомендую в тёмно-коричневый цвет. Можно также выходить из чёрного, но это в случае, если мы засыпаем практически полностью или полностью. В принципе, опять же, для тех, кто не хотел бы заморачиваться, так же, как и снегом, можно полностью на базу будет потом сыпануть флок. Но мы разбираем более интересные варианты, такие близкие к художественному оформлению. Ну, которые, по сути, являются художественным оформлением, просто без особых задротств. Вот. Соответственно, полностью замазываем всё коричневым, чёрным без просветов. Вот это можно немного будет оставить с просветами. Кстати, да, вот эти вот штуки, которые в комплекте, они из такой очень шершавой эпоксидки, поэтому её даже можно не грунтовать. Ну, если вот такие полноценные, например, базы делают всё. Далее я бы посоветовал взять и покрасить элементы. То есть, например, вот эта штука серым, да, ну, здесь тоже хернёк. Короче, приступаем. Итак, когда всё это дело у нас хорошенько подсохло, мы чё делаем? Одну базу я предлагаю пролить одной очень интересной хренью, а другую базу по классике нул-нойлом. Вот, давайте начнём с первой. А-а-а, да вторая интрига ещё пару минут будет сохраняться. Ну ладно, ещё пару минут я, походу, напиздел. Блин, как меня задолбала эта стойка. Так, ну вот, собственно, вот этой штукой мы сейчас прольём вот эту базу. Она, по факту, является светлой зелёной проливкой, которая чуть более пигментная, чем обычная проливка. Это техникалы, которые, возможно, и навели ГВ на мысль о создании контрастов. Вот это вот их, по-моему, предыдущий релиз в плане красок. То есть, они тоже не такие старые. Если вы могли видеть одно из моих блоговых видосиков, я выкладывал, говорил, что потестим. То есть, ну, я потестил за кадром уже не раз. И, думаю, сниму видосы в лайфхаках, в рамках всё-таки лайфхаков, как ей создавать прикольное свечение. Вот, а сейчас, как вы видите, тоже небольшой такой лайфхак. Мы красим базу, в общем, я. То, что вы сейчас могли наблюдать, как замечательно плывёт камера вниз, это типичная ситуация с моих съёмок. Пожалуй, если вы спросите меня, что значит быть целеустремлённым человеком, то я вам отвечу. Это работа с чем есть. То, когда ты берёшь самый дешёвый, всратый штатив для камеры, вернее, даже кусок от него, вставляешь в микрофонную стойку, чтобы хоть как-то было удобно снимать. Это я так ненавязчиво прошу задонатить. Не, ну, блин, серьёзно, чё вам, жалко, что ли, скиньте хотя бы пару рубасиков-то на развитие канала. Мне и оборудование, и студию мы сейчас делаем. Деньги точно лишними не будут, даже больше скажу. Мне их сейчас категорически может не хватать на те же видосы-то, ёпара-с-эте. Я хочу столько проектов реализовать, а всё упирается в финансы. Ребята, помогите каналу, ссылочка в описании. Итак, когда всё дело высыхает, то мы... ну, выглядит оно вот так вот. Далее, как вы, собственно, могли уже догадаться, мы будем драйбрашить. Но тут идёт самое крутое отличие в том плане, что именно на этом этапе, за счёт этого этапа, мы придаём земле... Ну, вот здесь это уже довольно прикольно, типа, так заросшее, типа, выглядит, да. То есть кто-то может на этом остановиться, там, ну, например, докрасить вот эту херню, и уже такая земля довольно крутая. Пользуйтесь на здоровье. Вот, но мы уж пойдём, как всегда, как я и обещал, более сложным путём. И сейчас с помощью драйбраша придадим прям самый-самый-самый крутой эффект. Ну, и вот это вот месиво превратим тоже в прикольный джунглевый лесной ландшафт. Сперва, ну, более-менее по классике, нам надо бы продрайбрашить светло-коричневым. Вот конкретно вот этот, я не знаю, там, он уже стёрся, чё это, ну, фьер-эрф. Он подойдёт чуть лучше, ввиду того, что он более бежевый. Хотя, на самом деле, ну, для перфекционистов, ну, типа, те, кто хочет экономить, там, ну, или не прям крутой художник, можете использовать любой кожный цвет, ну, типа таких оттенков. Ну, а дальше уже интереснее. Мы будем использовать белый плюс... Прям, у меня уж даже краска закачивается. Плюс зелёный. То есть, вот это вот всё мы сейчас... Здесь, наверное, ну, давайте здесь тоже пройдёмся для примерно идентичности. Чтобы... Хотя, ну, ещё посмотрим. Одно я точно задрайбрашиваю зелёный-белый вот эту. Вот, бежевый мы выкрашивали буквально для того, чтобы... Ну, зелёный был лучше виден, потому что на чёрном он немного пропадал бы. Ну, и плюс более плавный переход такой у нас получится, что поспособствует будущему качеству базы. Теперь наша задача украсить всё это дело флоком. Такой вот флок есть. Он очень как раз хорошо сейчас нам подойдёт. У меня есть два цвета, ещё вот такой. То есть, я его пересыпал с такой же коробочкой. Вот, это не ГВшно, если чё. Это у нас, по-моему, то ли, Green Staff World, я уже не помню. А, это Army Paint. Сейчас попробуем пробить. Я так люблю работать с подручными следствиями, что иногда могу сделать палитру прямо на столе. Ты хер его знаю, но она не отбирается. В общем, увидите похожую коробку, берите. Да, это Army Painter я въехал, короче, разобрал. Тут называется БАТЛ... БАТЛ Чё, да ёпта мать. И я не умею читать зеркально и задом наперёд. Первое, что нам понадобится, это клей ПВА. Надо его взболтать, я забыл. Вот у меня херовый ПВА, который отслаивается. То есть, советую брать какой-нибудь более такой приспособленный под канцелярию хотя бы. А, соответственно, кисть, как мы могли догадаться, чтобы мы могли аккуратно всё это дело нанести. Смотрите, одну подставку мы сделаем чуть посильнее засыпанной, а вторую буквально элементами. То есть, у нас будут типа таких кустиков мховых. Вот, если мы, кстати, хотим сделать какую-нибудь там, ну, например, руины замшелой башни, да, то вот примерно по такому принципу мы можем взять, покрасить сером, пролить её той же зелёной, либо вот этой фигнёй, либо обычным BL-тангрином, да, и далее уже наносить непосредственно флок. Вот, то есть, не просто как мы с серым, с обычными руинами работаем, там, чёрный, потом драйбраш белый, а можно сереньким, потом пролить зелёным, потом всё-таки подрайбрашить уже таким светло-серым или белым. Вот, ну и потом, соответственно, как и что мы сейчас и делаем, будем наносить флок. Вот, если здесь мы наносили сухой ПВА, то этот мы, нам желательно разбавить водой, потому что, чтобы были просветы, чтобы вот эта вся земля, которая мы сделали, сохранилась. В данном случае это будет интересный эффект. Ну и первым делом посыпаем тёмный флок. Тёмно-зелёный флок. На эту базу поаккуратней, прям вот так вот как-нибудь сыпем, чтобы не кускаем прям вот по чуть-чуть. И сразу обтряхиваем, да, не так, как со снегом. Можете, кстати, смотреть по снегу, я там все вообще способы расписал. Вот, если просвет ПВА остаётся, это, наоборот, даже хорошо, потом высохнет. Вот, в некоторых случаях, как с моим ПВА, он, наоборот, даже придаст такого желтизны небольшой. Вот, может даже обтрясти, в принципе. Я, наверное, всё-таки даже много сыпанул, надо было ещё более, типа, аккуратно. Кстати, ну, небольшой спойлер, пока вся эта херня сохнет, могу сказать. Далее мы будем, соответственно, как вы уже могли догадаться, досыпать вот этим. В случае с таким типом оформления, вы могли как бы их смешать между собой, и как примерно всё с тем же снегом, где мы смешивали реалистик с обычным. А давайте в натуре так и сделаем. Чё, кота за яйти? Ну, есть прям подсыпем сверху. Вот этот фок, он как раз сильно-сильно прям контрастирует, поэтому можно его сейчас посыпать. Он как раз чуть-чуть парой капелек останется, и очень, блядь, это всё ещё такое. И очень хорошо будет смотреться. То есть, вот, смотрите, уже примерно вот так это будет выглядеть. Сейчас это всё ещё впитается, подсохнет, и будем работать дальше. Ну и, наконец, досыпаем этот фок. Если что, это ещё не последний этап. Самое интересное... Ну, как самое интересное? Самое такое джунгли-определяющее будет чуть позже. Пока всё это дело у нас усохло. Нет, я решил немного подкрасить элементы. По сути чего, немного серого вернул. Чуть-чуть гранатку подрисовал и чуть-чуть добавил другого цвета. Вот, досконально всё это дело выкрашивать, мне молись в лом. Ну, я думаю, вы поняли то, что тут можно как-то больше заморочиться с элементами и так далее. Ну и, наконец, финальный этап. Это вот такая вот замечательная проливка. Я обожаю эту тему. Можно ещё Дракенхоф, но Дракенхоф слишком тёмным сделает наш флог. Поэтому я рекомендую Каэлью. Она ещё типа, ну, гриншейд, да, по сути, она такая голубоватая. Ну, типа голубенькая проливка. Вот, ну, аквамариновая такая. Она очень клёво вписывается при работе с зелёным. Она ему придаёт такой синеватый оттенок. Вот, ну и сейчас для джунглей это прям самое-самое то. Идея в том, чтобы, если мы не хотим слишком затемнить наш флог, да, оставить вот переход непосредственно на светлый флог, то нам нужно пожиже её проливать. Также это можно делать неповсеместно, опять же. Если же мы хотим прям тёмное такое пятно, старый, заросший какой-то травы, там, палой листвы, полусгнивший в тропическом лесу, то можно и посильнее пигануть. Вот. Чё, сама прелесть, то, что она уже, как бы, ну, реально очень похоже будет выглядеть, и нам не придётся добавлять каких-то ещё эффектов. Но можете, в принципе, на мокрую проливку немного посыпать флог, и давайте так и сделаем. То есть я вот сейчас возьму, где-нибудь вот так вот пролью, да, вот здесь вот вместе с этой штукой. Вот тут вот чуть заеду, здесь стушим водой, всё это дело, да, и оставим пару сухих мест. А сверху давайте посыпаем светлого флога немного. Вот. Неплохая идея, в принципе, ещё. Используйте какие-нибудь другие флоки. Я уверен, что есть какие-нибудь там с красными вкраплениями, там, если хотите, цветочки, там, ягоды какие-нибудь условные сделать. Вот. Ну, если что, это всё дело тоже намокнет, скорее всего, так можно чуть побольше не станет спонуть. Ну, не знаю, здесь прям вот так вот. Вот. Ну, это всё, я говорю, может потом намокнуть, ну, и впитать проливку. Вот. И получается вот такая вот прикольная тема. Когда это всё высохнет, оно прям вообще бомбезно будет выглядеть. Ну, вот, можно гранатку ещё пролить. Вот. Далее, кстати, этот флок можно драйбрашить. То есть, потом, если вам захочется, вы можете придать ему любой цвет. Опять же. Вообще, поделюсь с вами секретом, когда у меня нет песка, и мне нужно сделать песочный ландшафт, я беру прям этот флок и крашу его в песочный цвет. И это работает. Это похоже на песок даже. Можно ещё даже посыпать другим флоком, который тёмный у нас. Чтобы прям вообще переходы были. Вот. Ну, по сути, как-то так. Опять же, если вам покажется, что слишком синюшно вышло, да, в том или ином месте, то можно взять это всё дело после проливки в Каэле и сгладить зелёненьким бьельтаном. Вот. Ну, именно бьельтаном. А хотя можно и вот этой, в принципе, если вам захочется. То есть, если мы её как основу, основную проливку использовали. Вот. Всё опционально, друзья. Моё дело вам подсказать варианты. Так же неплохо в данном случае можно сгладить аграксом. Как раз жёлтизны немного добавится, что круто. То есть, опять же, на... Например, можно добавить немного жёлтого цвета, когда драйбрашим. Вот. Ну, у меня получились такие вот две базы. Когда всё это дело засохнет, я это по традиции уже отфотою. Ну, можно ещё, кстати, да, использовать. Погодите. Погодите. Я хотел пустик сделать. Пустик, пустик. По сути, по той же логике мы его наклеиваем, а потом проливаем нужной нам проливкой, чтобы он не сильно выбивался. Вот. Можно ещё всякие, действительно, листики клеить, да, то есть, вот, которые из этого набора. Вначале я рассказывал, либо есть специальные вырезалки такие, из бумаги. Вот. Деревья всякие делать, например, какой-нибудь бамбук из зубочисток. Это всё опционально, это всё на ваш творческий взгляд. Вот. Пишите, если хотите, ещё подобных баз. Пишите, какие базы хотели бы увидеть, в принципе, из чего. Я думаю, в следующем мы всё-таки будем делать степь. Хотя степь довольно скучно, но посмотрим. Я думаю, может, что-нибудь вообще вычурное там сделаем. Вот. Так что, всем спасибо за просмотр, друзья. Оставайтесь, посмотрите кадры с фоточками. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, так я буду понимать, что вам нравятся видосы, и какие вам нравятся видосы. Можете, в принципе, поставить лайк, чтобы мне было приятно. Ну, а я чё-то заболтался. Пойду-ка я спать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok